рад всех приветствовать дорогие друзья новый год уже наступил и к сожалению вынужден констатировать что так и не успел для последнего выпуска новогоднего марафона бандианы то есть это у нас получается часть 4 игры про джеймса бонда сделать скажем так пока свои коллекции видео игр о джеймсе бонди то есть как было в предыдущих выпусках где я показывал допустим коллекцию книжек о джеймсе бонди коллекцию своих фильмов о джеймсе бонди коллекцию саундтреков о джеймсе бонди вот и в третьем выпуске я только немножечко показал коллекцию видеоигр ну соответственно что приступим вот такой вот у меня есть пожалуй самый ранний экземпляр моей коллекции это картридж 92 года выпуска джеймс бонд за дуэль с тимоти далтоном на обложке дом марк компания видимо который вы делала вот здесь скриншоты из игры здесь всякие описания и соответственно в принципе какие-то достижения то что на одного игрока пять уровней три уровня сложности вот вот что картридж еще сделал нас в японии вот здесь внутри вот надпись sega вот это нас оригинальный картридж можем кстати даже посмотреть вот видно винты винты его вот вот здесь вот у нас мануал вот значит следующие тогда у меня пойдут уже в коллекции игры на супер нинтендо но соответственно то что у нас будет то есть это будет у нас как раз таки голодной то есть есть вот такой вот картридж в основном играя на нем то есть он у нас без коробки без мануала как бы но там почти все у меня пройдено то есть меня не открыт по моему только 2 секретный уровень вот если что как бы вот на нем чаще всего играть есть у меня и полнокомплект на его издание вот пол вершин как здесь мы видим эту голодана и нинтендо 64 где-то здесь еще у нас есть такая пометочка вот что опять же made in japan так вот он выглядит сзади то сейчас я его очень аккуратно попытаюсь открыть честно говоря не очень люблю я это делать по одной простой причине что значит нинтендо они всегда экономили на упаковках и в общем то у них что на супер нинтендо что на нинтендо 64 что на геймбоях очень быстро коробки выходили из строя на прошеда обычная просто картонка то есть если усе где-то были пластиковый бокс то здесь это картон очка вот большому сожалению в принципе то есть чаще всего можно просто отдельно вот голые картриджи найти по факту вот чем допустим их там полнокомплектные какие-нибудь версии не помню как тут точно ли это должен так только так вот и вот такой мануальчик здесь у нас видимо какой-то постер из фильма с пирсом бросанным еще молодым вот даже тоже у нас еще кадр кстати интересно тоже из фильма утка из конца фильма вот такой кстати достаточно подробно это на яских языках даже здесь помечено какие языки у нас будут вот то есть картридж кашу меня в идеальном состоянии но у меня ой господи раз я его попытаюсь аккуратно убрать обратно потому что доставать его конечно это вот собственно сами все видели даже он мне уже это началось вот но раз так даже этот могли повреждаться там мануальчики прочие в принципе вещи что как бы не есть хорошо поэтому в принципе такие комплекты обычно вот полный там на какой там супер нинтендо на нитэн 64 вот они достаточно таких приличных денег могут стоить вот следующий картридж моей коллекции the world is not enough то есть вторая игра от джимса бонда на не дэн 64 собственно так она выглядит это кстати отличная версия от playstation вот здесь видите у меня вот о чем я говорил уже начало тихонечку все рваться вот здесь спасибо магазину плейл дтт за эту игру то есть вот он у нас сам картридж вот так вот он выглядит вот здесь вот у нас его такой мануал ну конечно уже такой менее экспозиционный чем допустим версии для уже golden eye но в конце зато вот есть постер самого фильма вот так все это дело выглядит сейчас я все опять же это аккуратненько попытаюсь убрать вот дальше идет уже эпоха playstation а и значит первой игрой который меня будет это тумана водой то есть вот так вот он выглядит вот здесь еще пометочка такая что вот видно старый логотип electronic cards они потом позже его поменяли вот здесь вот он у нас мануал сам диск значит следующая игра это вот the world is not enough по playstation версия потому что версию нитэн 64 делала компания евро ком а версию для соответственно да версия нитэн 64 делал евро ком а версия для playstation делала black ops entertainment вот даже здесь можно их логотипчик увидеть вот здесь давал оба электроник который по моему и по ныне у них жив вот такой вот мануал вот еще мы видим playstation 1 фэд то есть оригинальную версию вот здесь дуал шоке уже нарисованы там всякое меню и прочие вещи и так далее и тому подобное здесь у нас расписано вот значит вот рейсинг у меня есть правда уже такой немного потертый здесь спасибо конечно магазину playodt потому что большинство игр я честно говоря там брал вот здесь вот диск вот собственно вот он у нас мануал здесь кстати реклама the world is not enough то есть предыдущей игры что не в один год просто выходили вот он соответственно задник у нас вот ну и дальше соответственно идет наверное пожалуй шестое поколение консолей там вышло наверное больше всего игр про джеймса бонда вот и начнем мы с engine under the fire вот такой меня но еще оригинальное издание то есть самое первое его есть вот здесь мы еще видим что бон затемнен потому что у нас другой актер сыграла здесь как бы бонда то есть не спирсом бросанном как-то не договорились и взяли актера внешне на него просто похожего вот вот здесь у нас вот зои то есть видим это актриса с внешности который вот эту зои копировали девушка бонда здесь у нас днк то есть ну такой намек на сюжет этой игры вот так выглядит диск здесь у нас мануал вот потом абсолютно такое же издание но уже platinum platinum если кто не знает к слову была такая пометочка что если игра продалась свыше миллиона копий то есть значит я обычно в таком издании переиздавали то есть это у меня самого первый диск такой был именно в таком издании мануал здесь абсолютно точно такой же каких-то между ними глобальных отличий не увидел вот сам диск вот то есть так что есть такая вот я знаю мистификация про то что якобы игра от electronic arts про джеймса бонда были там плохие плохо продавались и так далее ну вот как раз таки красноречивый факт того что все было не так плохо вот а даже обыскал очень хорошо значит следующая игра в моей коллекции это night fire консольная версия вот это как раз таки игра которая у нас опять же сделали вот евро ком даже здесь их логотипу данным евро ком что так вот он как бы выглядит вот но к сожалению нет у меня оригинального нет фаера здесь даже какая-то еще регистрационная карточка идет вот соответственно у нас сам вот он ну а у вот следующая игра это у меня everything о нафинг то здесь у нас еще даже пометочка такая 9 из 10 вот видимо этот самый playstation 2 official магазин вот так она выглядит значит у нас сзади вот и на что у нас здесь диск и вот он мануал вот у нас есть каталог electronic cards игр здесь соответственно вот он у нас сам мануал вот следующий у нас это голда на их роджей джент некоторых изданиях он мог быть дабл зеро сэван голдена и руджей джент но в данном случае это игра все-таки имеющая прямое отношение к лору скажем так бандианы чем к самому как бы джеймсу бонду тут папа тут только в самом начале появляется в первой миссии играем и вот за другого агента mi6 который потом ушел на вольный хлеба вот он мануал так сам диск выглядит значит это у меня from russia with love он мне даже есть в двух изданиях то есть одно это для германии то есть видимо как фильм назывался в немецком прокате фрг так его соответственно здесь и сделали вот это издание у меня для как раз таки ну просто европейка английская обычная здесь даже пометочку что 16 плюс возраст здесь что 12 плюс то есть в германии все-таки законодательство гораздо строже так скажем к видеоиграм чем в как бы чем где бы то ни было в европе исключаем уж только грецию где игра вообще запрещены а вот вот так вот выглядит диски здесь у меня значит этот каталог электроник артс найдет но он там на английском почему муж как бы не очень родной вот здесь у меня получается все то же самое то есть вот мануал каталог электроник артс вот соответственно вот он так выглядит мануал вот но немецкий мануал все то же самое только просто на немецком написан как бы вся лишь разница то есть принципе в игре немецкие субтитры включаются как и здесь вот везде вот различных европейских языков есть субтитры русских понятное дело не завезли хотя с русским описанием именно с русской обложкой с русским мануалом эта игра выходила в россии вот у меня к сожалению такого издания в коллекции нету вот но везде игры были одинаковы то есть можно было просто включить субтитры разные а вот озвучка всегда оставалась английской ну здесь как бы в озвучке самый шик потому что бонда здесь озвучил сам шон коннери вот то есть это что касалось вот этого и последней игрой на playstation оа джеймсе бонди был квант милосердия вот так вот выходил это у нас эти по-моему если не ошибаюсь делали евро ком вот эту версию потому что только на playstation 2 была своя эксклюзивная версия игра джеймсе бонди то есть все остальные версии кванта милосердия там что были на пика на консолях там допустим уже седьмого поколения вот они все в принципе были одинаковые ну вот такой кратенький мануал уже достаточно быстренько здесь все описано вот значит стоит упомянуть конечно psp потому что вот на psp как раз таки выходил from russia with love в 2006 году то есть оригинальная игра вышла на консолях 100 поколений в 2005 но psp версия в 2006 то есть последняя игра от электроник артаса про джеймса бонда вот и здесь на самом деле достаточно такой портик урезанный то есть половиной миссии нету нету возможности покататься на астон-мартин я вот тем не менее вот то имеем только это имеет вот такая вот игра значит потом идет playstation уже 3 эра то есть это у нас уже седьмое поколение консоли вот это у меня диск 2008 года квант милосердия вот его вроде делала по-моему рэй 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 если не ошибаюсь могу ошибаться вот тут уже активижены у нас издание были как соответственно предыдущие игры вот так она выглядит самое что интересно это диск 2008 года но он полностью на русском языке то есть полностью как бы дублирован вот у себя так даже немножечко удивился потому что я привык что какие-то полностью русские версии игр на playstation 3 они обычно 2009 годом датируются но здесь еще диск 2008 года вот самое интересное вот значит так и мы идем дальше она следующая игра это bloodstone то здесь у меня конечно не на русском вот вот так он как бы выглядит вот здесь на самом деле достаточно такой толстый мануал кстати но на нескольких языках вот значит потом у меня идет вот он golden eye reloaded то есть это вот hd грубо говоря переиздание того что было на нитендо как раз таки ви ну вот всяк различно описание сам диск сам вот мануал опять же бонда само что интересно вы как бы затемнили здесь что непонятно кто это но в роликах у нас это дэниел крейк и самое главное что крейк сам себя здесь еще озвучил вот накажет последний играет а вот лэгганс значит купил я кстати за 100 рублей вам видео на распродаже в 2014 году то есть вот значит здесь она полностью тоже на русском языке значит у нас здесь всякие вот эти вот мануалы идут потом какие-то там рекламы переиздания всей бандиана там там блерех или чем-то там и не помню чем там 9 или бюре их там что-то выходило вот здесь еще был код активации для этого миссии координата skyfall то есть 6 эпизода игры потому что игра сама из пяти эпизодов до этого состояла вот все-таки поторопились активизм своего пуском и грубо говоря координаты skyfall они здесь вот отдельно до загружались потом потому что игру по моему вместе с фильмом выпустили хотя миссии там буквально эпизоды с параллогой только фильма используется но он все равно вот и последнее конечно что хотелось упомянуть это пока как бы в два таких night fire у меня есть вот но здесь была просто в чем особенность как-то я в магазине play о дт его заказал то есть мне его там артур нашел но к сожалению просто предупредил что диск все-таки там в говно весь зацарапанной ну вот это за свой счет заказал еще один экземпляр вот этого night fire а вот в общем то и потом просто выслал мне как бы которыми не был царапанной и выслал мне просто два его вот этих издания ну то есть и говорю что мне 2 не нужен исход забирай но я конечно забрал его благополучно вот здесь какой-то установочный гид идет вот и выяснилось что в принципе когда я второй диск почистил вот ну то есть тот зацарапано именно издание идет первый диск был убитый я конечно взял вот вот кстати доминик нарисована у нас здесь вот здесь сан-мартин видимо а вот я значит взял вот это вот все издание как бы оба почистил диск и в принципе меня все заработал тут у меня два вот рабочих экземпляра есть принципе они как бы одинаковые то есть не являются чем-то переизданием вот если например у нас консольную версию делала евро ком то вот это издание у нас сделали гирбокс software как бы ты их игра была хотя формально здесь еще хотя формально сюжет у них принципе один даже ролики 2 совпадают вот на движке разные то есть версии для соответственно этого самого как раз таки пока был движок half-life а версии как раз таки для консоли был движок от третьего playstation вот ну и соответственно последний вот такой венец моей коллекции даже на самом деле никакого отношения не это вообще вот но мне у того случайно шел артур то есть просто предложил что вот могу такую вещь заказать и конечно согласился и вот мне пришла вот такая мульти мизина энциклопедия вот от эйдос как раз таки по всей бандиане то есть она 96 года выпуска здесь у нас но в принципе все фильмы до золотого глаза вот такая пометочка у нас так вот у нас это вся коробочка выглядит сзади где-то здесь у нас даже по моему этих самых помешку что здесь есть то есть 55 минут этого видео 22 минут этих клипов всяких аудиодорожек до фотографий там 1800 фотографий вот 850 там каких-то фактов ну и так далее сам диск в общем то он вот такой тут буквально всего два диска но они в такой коробке сделаны первый диск второй диск здесь видно что ничего нету и собственно вот он у нас мануал вот так вот он выглядит ну и где-то здесь я не вижу как бы системных требований они по моему где-то мануале бы написаны вот так даже у нас вкладыш сделан ну и собственно что до новых встреч тогда друзья такой еще штуку я себе достал это соответственно вальтер p99 фильмах а начиная с завтра не умрет никогда до казино рояль он был пистолетом джеймса бонда такой себе штука я как бы купил вот ну и хотелось бы конечно поздравить всех еще раз наступившим новым годом пожелать всем называется счастья здоровья денег всяческих благ осуществления собственных желаний вот ну и конечно отдельное спасибо сказать станиславу зелинскому известному как хохелу ивану с канала берлога геймера соответственно серёге вал геймеру вот и дмитрию как раз таки сэму геймера вот вам ребят конечно всем отдельное спасибо ну что до новых встреч новом году а 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 Продолжение следует...